Ирина Скобцева В кино осталось двое детей – дочь Алена и сын Фёдор, ставшие надёжной опорой для Ирины Константиновны. Четыре года Ирина Скобцева и Сергей Бондарчук скрывали свой роман от широкой публики, ведь на тот момент режиссёр был женат на актрисе Инне Макаровой. Окружающие, узнав об амурных делах Ирины Константиновны, стали критиковать её, называя «жестокой разлучницей». Скобцева тяжело переживала травля, но держалась и терпеливо ждала, когда Бондарчук и Макарова оформят развод. После смерти Сергея Фёдоровича у него было плечо Алёнушки, откровенничала Скобцева на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Она всё впитала от Бондарчука, у неё не сладкая была жизнь. Она меня поддерживала после смерти мужа. Сейчас от Алёны всё передалось к Феде. Я могу сказать, что глава моей семьи Фёдор. Алёна была дочерью своего отца. И вот совсем недавно из жизни вышла сама Ирина Константиновна. Легендарную артистку похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с супругом и дочерью. Напомним, последние годы Ирина Скобцева вела закрытый образ жизни. Актриса довольно редко снималась и не давала интервью. Звезда жила в особняке в Подмосковье, и незадолго до её кончины в доме случилось несчастье. Мать Фёдора Бондарчука отправилась по делам в столицу, и пока её не было, в коттедж проникли грабители. Воры вынесли из жилья актрисы почти все драгоценности. По слухам, злоумышленники лишили Ирину Скобцеву даже её талисмана цепочки с образом Богородицы, усыпанным бриллиантами. Продолжение следует...